Всем привет! На связи компания Жаская. В этом ролике мы покажем вам, как мы решили задачу зашивать мешки с калийными удобрениями для экспортных продаж. Наш заказчик, производитель калийных удобрений из Беларуси, является ключевым игроком в отрасли. Его продукция пользуется спросом на рынке, в том числе в европейских странах. У европейских заказчиков есть требования. Мешки с калийными удобрениями должны быть плотно, ровно и аккуратно зашиты. Чтобы соответствовать этим требованиям, заказчик обратился к нам. Казалось бы, в чем тут сложность? Любая мешкозашивочная машина на это способна. На первый взгляд так, но на практике выясняется, что очень многое зависит от оператора и его навыков. Чуть отвлекся, чуть дрогнула рука, зевнул в конце концов и шов уже неровный. Следовательно, возникает новая задача – минимизировать влияние человека на процесс прошивки. Для решения задачи мы установили заказчику автоматическую мешкозашивочную машину следующего состава. Стойка МЗМ – важный элемент мешкозашивочной машины. Следует отметить, что в нашей стойке имеется электропривод регулировки высоты прошивки. То есть оператору не нужно крутить ручку, чтобы подобрать оптимальную высоту шва в зависимости от высоты мешка. Достаточно нажать на кнопку. Часть работы оператора механизирована, его влияние на процесс снижено. Автоматическая головка срабатывает от фотодатчиков, то есть начинает шить, как только к ней подъехал мешок. Оператору больше не надо нажимать на педаль, процесс начинается ровно тогда, когда это нужно. Механизм формирования и подача горловины мешка окончательно минимизируют влияние оператора на процесс зашивки. При использовании механизма оператору необходимо всего лишь направить мешок в механизм. Далее мешок подхватывается, края ровно складываются и мешок протягивается к мешкозашивочной головке без участия оператора. Транспортер перемещает мешок, пока выполняются все ранее показанные операции. Смотрим, что получилось. В результате нашей работы предприятие из Беларуси получило мешкозашивочную машину, которая зашивает мешки с калинными удобрениями ровно, плотно, в соответствии с требованиями европейских партнеров и практически без участия оператора. Вам тоже нужно зашивать мешки? Опишите вашу задачу, мы обязательно найдем решение. У механизма формирования и подачи горловины мешка, кроме всего прочего, есть еще такая функция – подворот мешка. Заказчик решил попробовать прошивать свои мешки с подворотом. И вот, что из этого получилось. Мешок подворачивается, прошивается, но шов получается неровный. Видите дугу? Объясню почему. Сейчас существует очень много разновидностей мешков. Тканевые, бумажные, полипропиленовые, ламинированные, с вкладышем, с разной толщиной и еще масса вариантов. Для того, чтобы механизм формирования и подачи горловины мешка подворачивал мешок и шов был ровный, у мешка должна быть определенная жесткость. Он должен держать форму. И мешок не надо заполнять полностью. Сверху у мешка должно быть достаточно свободного места. В данном случае мешки заказчика тонкие и мягкие для каретной работы механизма. А максимальное заполнение мешка создает дополнительные сложности. В дальнейшем при условии перехода на другой мешок из более плотного материала и с достаточным количеством свободного места сверху, заказчик сможет зашивать мешки с подворотом.